Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 апреля, вот немножко солнце хоть зашло за тучку, не слепит глаза, потому что когда я про удобрение начала видео снимать, невозможно было в теплице глаз открыть, было сильно яркое солнце. А вообще у нас стоит холод, минус 2, минус 3, вот все предыдущие ночи, и сегодня будет, и завтра. Но сейчас я тему очень такую подниму тоже, волнующую многих, это вторичное использование грунта. Еще в прошлом году я обещала многим, вот когда здесь сидела, готовила грунт в лотках, я сказала, что в этом году я буду пробовать применять грунт второй раз. Но так просто применить грунт второй раз, то есть вторично, после выращивания рассады, после всего нельзя, ясно, что он требует и как повысить плодородие, и продезинфицировать, обработать. И вот для этого, для применения вторичного грунта, я сказала, что буду использовать новый для меня препарат, Флорес и Фитопфлорес. И я объясняла, почему я остановила выбор именно на этом препарате. Ну, потому что, во-первых, его делают, изготавливают в виске, и мне сам Бог велел, наверное, рассказать о препарате местном, но дело в том, что, как вы поняли, я очень редко применяю что-то у себя на огороде, а тут просто по многочисленным просьбам начали писать с Белакурихи, начали писать из Горного Алтая мне, ну вот наши же близлежащие города, что, скажите, пожалуйста, ваше мнение вот о этом препарате, Фитопфлорес, Флорес, действительно ли он так хорош, применяете ли вы его. Но так как я его никогда не применяла, я сказала, что я в этом году специально возьму его на вооружение, применю, и как в прошлом году осенью я сказала, одну теплицу буду обрабатывать только этим препаратом, и осенью выскажу свое мнение. И также вторичное применение грунта. Вот сейчас я сниму камеру с штатива, поближе покажу вам, почему встает так остро проблема. Вот, например, у меня в прошлом году, вы, наверное, видели, у меня было много вот здесь вот саженцев, как импровизированный огород на балконе, у меня были острые перцы в ведерках, у меня была тут клубника, лук на перо, перцы сладкие, много томатов в ведрах, многие я заносила на зиму туда, осенью еще домой выращивала, и потом все эти ведра остаются, он вроде бы и грунт хороший, рыхлый такой, вот так как я не могу точно на 100%, например, гарантированно утверждать, что там не было никаких заболеваний, никаких вот этих, не было патогенных грибов, то без обработки грунта вторичное использование все-таки опасно, шревато вот этими заражениями, которые, вы знаете, что с прошлого года могут грибки уснуть, потом опять проснуться, может томат нынешний заразиться. В этом году хочу снова в эти же ведра много высадить, ну всяких вот декоративные перчики купила, вот эти карликовые помидорки комнатные всякие, и так как землю жалко выбрасывать, буду сейчас ее снова применять и расскажу вам, как я применяю с помощью этого препарата, вот этого средства Флорес, Фитопфлорес, скажу, чем можно его заменить, если в ваших регионах нет, расскажу все подробно, мне кажется, это будет интересно, потому что многие, я вот, например, до этого о нем не знала, не знала до тех пор, пока не стала выходить в интернет, хотя оно готовится, ну как, производится у нас в городе Бийске, сижу у себя в огороде, не интересуюсь, потом стала, когда в интернет выходить, то уже из других городов мне люди написали, что оказывается у нас вот такое интересное средство, производится, есть предприятие, знаю ли я о нем, ну вот теперь буду испытывать, осенью точно дам вам честную оценку этому препарату, стоит ли его использовать или нет, но пока будем, пока буду рассказывать, как он работает и чем его можно заменить, если вы, например, хотите тоже второй раз использовать грунт, или там еще будет одно видео, как у себя на участке в огороде сделать такой небольшой участок земли, как подготовить его к тому, чтобы на будущий год можно было с этого места, но осенью для будущего года взять почву для выращивания рассады, без опаски, что это будет заразно, он должен быть питательным, обеззараженным, без патогенной микрофлоры, все это буду вам нынче рассказывать, вот весна это только начало нашей огородной жизни, как говорится, лето это маленькая жизнь, все буду рассказывать, сейчас начну с вторичной, с вторичного использования грунта. Вторичное использование грунта особенно остро встает вот перед нами, перед жителями городов, особенно у кого нет возможности выехать куда-то за город, там накопать дерновой земли, где-то купить перегной, то есть набрать чистой плодородной земли для выращивания рассады. Я уже последние годы стала задумываться об этом, потому что очень много почвы, которую один раз использовала для выращивания чего-то, и второй раз вроде уже не рекомендуется ее, или нужно ее как-то обрабатывать. Вот в прошлом году, о чем я и говорила, у меня было вот таких вот 16 ведер, огород на балконе, были перчики, были здесь всякие томаты, карликовые, простые, и вот эти ведра теперь у меня стоят в теплице полностью с землей. Мне хочется использовать ее еще раз, но так как я не уверена, что она безопасна, потому что все-таки они стояли до самой зимы, я показывала, здесь они и замерзли вместе с томатами, ой, сейчас дальше перейду тут, вот еще всякие, тут я и лука посадила, и видите, тут какой-то налет вроде как заплесневелый, то есть просто так использовать я ее боюсь. Именно поэтому я вот в прошлом году уже говорила, что я начала экспериментировать вот с этим препаратом, хочу посмотреть его свойства, действительно ли он такой вот хороший, как описано. Но я сейчас несколько слов расскажу для тех, кто в прошлом году не видел мой видеоролик, когда я обрабатывала теплицу. Там я рассказывала, что он состоит, этот препарат идет в паре, вот флороэс, это торфогуминовое удобрение, видите, написано, применяется, сейчас ложите, для подготовки почвы, выращивания рассада, комнатных растений и так далее. И второй, это фитопфлороэс, то есть как бы обеззараживатель, то есть удобрение и лекарство в одном пакете, то есть оно что-то под вид, как фитоспорина, вот убивает эту микрофлору, применяется для подготовки, я извиняюсь, они грязненькие у меня, я ими пользовалась, применяется для подготовки почвы, выращивания рассады, комнатных растений, для уничтожения гнилостной микрофлоры, фитофторозы, черной ножки рассады и других заболеваний. То есть он применяется так, сначала мы вот этим вот обрабатываем, то есть убиваем все, ой, подождите, как бы не перепутать. Нет, наоборот, мы сначала обогащаем, а потом вот этим обрабатываем. Я уже забыла, я инструкцию вот с собой держу. И еще вот тут интересно прочитала, я вам сейчас прямо отсюда прочитаю, потому что я, понимаете вы, что я сама этой информации еще не знаю, я сама читаю вот с инструкции, взяла специальную инструкцию. Тут написано, независимо от того, заготовили ли вы осенью почву сами, или купили готовый грунт в магазине, за месяц до посева семян необходимо обработать препаратами флорез и фитопфлорез с целью повышения питательных защитных свойств почвы. Вот именно это я выделила и хотела сказать о том, что в этом году было столько много комментариев, сообщение о том, что в покупную почву сеют люди, и все пропадает, начинается и черная ножка, и вообще рассада погибает. И я раньше думала тоже всегда, что если она купленная, значит она подготовлена специально, не нужно ничего с ней делать. Но вот как оказывается, нужно все-таки ее тоже обрабатывать, и вот эти препараты могут тоже помочь. Сейчас я вот эту вот почву, я по инструкции, сейчас покажу вам, ее нужно разводить заранее, приготовить. Я вот по инструкции развела, специально сделала такую бутылочку, раз буду я с ней работать. Я сейчас почву, вот эту старую, не только вот эту, почву вот в ведерках, потом в тех лотках, которые остались у меня после посева рассады, уже много освобождается грунта, но выбрасывать его жалко. Я хочу его снова обработать и вторично его использовать. Также я применять нынче буду в одной из теплиц полностью буду работать, вот этой флорез и фитоп флорез. Сейчас, если кому-то интересно, я, конечно, не могу вам все показывать, как я буду, там, как каждый раз все буду поливать, там же надо и поливать, и тут надо, как бы, соблюдать небольшой график. График нужно, дозировку нужно соблюдать. Я потом вкратце буду рассказывать, в принципе, как у меня продвигаются дела, но если кому-то интересно, это такой препарат, как я поняла, что перед тем, как применить который, его нужно все-таки о нем знать какую-то информацию. Я сейчас вот ссылку дам вам на этот сайт, на это предприятие, и дам номер телефона, по которому я сама звонила, спрашивала. Они сказали, что номер телефона бесплатный. Вот это вот, я просто вам, как делаю пока ознакомление с этим препаратом. Вот в прошлом году, как сказали, ой, это реклама препарата. Реклама препарата, это когда ты уже применял и знаешь, и начинаешь хвалить, советовать, покупайте. Я прорекламировать его пока что не могу, я сама только начала его применять. Но если он будет эффективный, если он будет действенный, я с удовольствием посоветую всем и прорекламирую его, потому что если действительно средство работает, почему бы его не прорекламировать. Пока что это только вводные данные, я сама начинаю только с ним знакомиться. Вот просто довожу до вашего сведения, что в этом году начала я вторичное использование грунта, чего никогда раньше не делала. Раньше были моложе, сели в машину, поехали, мешков земли накопали, привезли. Сейчас уже не очень хочется ехать за город, за землей. Думаю, наверное, пора уже переходить на вторичное использование грунта. Конечно, это и экономия времени, экономия физических сил, жизненных. Но еще что хочу сказать. Вот смотрите, я вам сейчас сразу скажу, что, конечно, не каждый побежит сразу покупать этот препарат, но для того, чтобы использовать вторичный грунт, достаточно подобрать вот такую же пару препаратов. Например, флороэс, это мы прочитали там гуминовые удобрения, а фитопфлороэс, я вам уже сказала, это препарат под вид фитоспорина. Вот я вам хочу показать. Например, флороэс вы можете заменить вот таким вот, ну вот как гуми Кузнецова. Это тоже не реклама, я тоже не продаю его, не торгуем. Вот смотрите, написано. Весеннее и осеннее обогащение почвы гуминовыми веществами. То есть разводите по инструкции, вот тут 2 чайные ложки на 10 литров воды, поливаете почву, обогащаете. Потом также разводите фитоспорин, поливаете, убивается патогенная микрофлора. То есть, если вы хотите использовать второй раз землю, то обработка обязательно. Главное, правильно подобрать препараты. То есть, один должен повысить плодородие почвы, которые растения предыдущие уже высосали, все питательные вещества. А второй должен выступить как бы лекарством, защитой от патогенной микрофлоры. И это не обязательно вот этот препарат, про который я говорю. Но я в этом году выбрала именно его. Я буду и сейчас в ведрах обрабатывать, огород на балконе делать пора уже. И теплицу буду обрабатывать. Все, результаты вы узнаете первыми. Продолжение следует... Продолжение следует...